Всем шалом! Мы начинаем, продолжаем, вернее, книгу Исаат Ишарим. Начинаем 12 главу. Она, на самом деле, очень короткая, как вы видите, да, там полвиста занимает. Попытаемся понять, почему она такая короткая, что и не особенного. И кто-то может громко и нерасторопно читать, я буду на береге следить. Первый абзац. Да, верное средство. О путях приобретения чистоты, да. Верное средство приобретения чистоты – это постоянно чтение книг наших людей, как по лохе, таким паусам. И после того, как станут очевидными человеку обязанности необходимой достижения чистоты, и после того, как он досилит осторожности и расторопности, я получаю их полный тени и одаряюсь от того, что решает человеку их свойств, не останется перед ним любительности, кроме необходимости знать тонкие детали заповедей, дабы сверкаться каждый из них. Поэтому им нужно основательно и четко разбираться во все законы, чтобы знать, на что распространяется тонкость и детали каждой заповедей. И поскольку всем подобного рода тонкостям свойственны забываться, необходимо постараться стать их объясняющим, чтобы обновлять их все это, тогда, несомненно, человек пробудется к их исполнению. Обратите внимание, обычно у нас есть две главы. Есть глава о приобретениях, Рамхар объясняет само качество, его составляющие, потом есть третья глава обычно о качестве, это как приобретается качество, потом есть еще отдельная глава, что отдаляет от этого качества. Посмотрите, а у вас нет книжки, но следующее качество начинается сразу в 13 главе, это качество отделенности. То есть получается здесь есть о путях приобретения качества, но нет, о путях то, что нас отдаляет от этого качества, то, что нам мешает. Ведь нужно две вещи сделать, заповедь делай и не делай, отдались от зла и делай добро. Есть приобретение качества, это одна вещь. Человек, к примеру, решил похудеть, начал какую-то диету, спорт. Приобретай, приобретай, но он же должен еще отдалиться от того, что неправильного образа жизни, который он вел, недостаточно только. Все, что он сжигает калории, он их наедает после тренировки и так далее. Ничего не поможет. Как говорят, вот Витсия Сахароли Вседо, все его достаток, он его проиграл. И вдруг здесь есть только приобретение качества чистоты, нет отдаления от того, что нас удаляет. Интересно, да? И сама пути приобретения очень, как бы, короткие такие, да? Надо сейчас немножко понять, о чем идет речь. Так, он говорит так. Верное средство приобретения чистоты. Постоянное чтение книг наших мудрецов. Обратите внимание на слово «постоянное чтение книг». Рамхан, как обычно, мы знаем, не тратит слова просто так. Почему нужно постоянно чтение книг? Потому что качество чистоты, да, это не какая-то нюанс, не какой-то праг, да, не какое-то частное действие, там, которое нужно сделать, там, и так далее, какой-то поступок. А это, в принципе, очищение взгляда человека. Он смотрит на мир другим чистым взглядом. Человек может смотреть на мир, к примеру, да? Ой, чужие деньги. Да, там, на самом деле, чужие деньги-то мои деньги. Ошибки в вашем кармане находятся, да, там, и так далее. Он может смотреть, там, я не знаю, там, на нескромные вещи, да, он может смотреть на иду не кошеру, он может смотреть на различное поведение. И ему кажется, что так в этом мире себя ведут, чтобы в этом мире быть успешным, чтобы здесь выживать, чтобы здесь жить комфортно и так далее. Надо быть успешным. Он должен себя вести определенным образом. Человек смотрит на мир через определенные очки. И, соответственно, его реакция, его восприятие происходящего, его реакция, да, если он считает, что материальное – это главное. Это понятно, что ему придется соврать где-то, что-то и так далее, чтобы достичь материального успеха. Ведь это же главное, да? Поэтому человек, у которого, скажем, плохое зрение, да, там, он должен все время ходить либо в линзах, либо в очках. Человек же не может и через 10 лет, как он походил в очках, сказать, то вы знаете, ребята, все, как бы, достаточно, все хорошо. Я уже 10 лет, у меня есть опыт с очками, да, там, я их снимаю, и все хорошо. Нет, в тот момент, когда он снимает очки, что с ним происходит? Снова плохо видит. Он не начинает плохо видеть, на самом деле, он продолжает плохо видеть. Только до этого ему очки помогали. Да, так и здесь. Нужно постоянное чтение наших книг, наших книг, наших мудрецов. Как по аллахе, по закону, так и по мусару. Да, это как одевать очки. Потому что человек должен видеть мир все время в чистом взгляде. Качество чистоты я вижу мир, и этот мир меня не соблазняет. Мир не является для меня местом преступления. Этот мир не является для меня каким-то несоблазном, никакими, как бы, испытаниями. Он никогда не меня не тянет и так далее, да. То есть, пока мы не очистили наш взгляд, пока у нас есть то, что называется, разделение определенное и так далее, или по простому, то, что мы называем ЕЦРА, хотя не очень простое понятие, это значит, что у нас пока нет этого качества чистоты. Соответственно, для человека опция украсть, опция съесть вкусное, но не кошерное, опция сказать лошонара, опция вести себя определенным образом, опция в шаббат говорить про будучные вещи и так далее, опция, не знаю, там, соврать. Потому что он видит мир определенным образом, да, и это приводит только к поведению. Поэтому мир все время нам пытается сделать наши очки такие, наш взгляд на мир, нашу призму, через которую мы смотрим на мир, нечистой. Поэтому нужно против этого все время бороться, да. И интересно, что Рамхадис предлагает нам интересное средство, да, именно чтение наших книг. И на иврите он несколько раз повторяет, акрия, акрия матмеды, постоянное чтение. Немножко, мы не очень, как бы, как бы, немножко странное выражение, ведь мы, в принципе, и ожидали, что он скажет нам, что нужно делать. Учиться. В чем разница между учебой и чтением, кто знает? Читать можно бессмысленно, не вдумываться. Да, либо ты читаешь то, что написано. Учиться, это, я имею в виду, проанализировать, смотреть, предполагать, почему сказано такой ответ, не другой ответ, сравнивать, да, и так далее. То есть человек включается, да, как бы, он не просто прочитал там, ну, все, ну, дальше и дальше, да, а он, как бы, смотрит критичным взглядом на вещи, да, он пытается вывести, предложить свое предположение, потом пытается понять, почему оно верно, неверно, да, сравнить и, там, мнение разных мудрецов по этому вопросу и так далее. То есть это какая-то активная позиция в чтении, в принципе, читая то, что здесь написано, да, интересно, почему именно постоянное чтение книг наших мудрецов по Аллахе и по мусару, да, оно должно нам помочь. Это верное средство приобретения. Объясняет нам Рахаль дальше. Он говорит так. «Ведь после того, как станут очевидными человеку обязанности, необходимость достижения чистоты». Человеку должны стать очевидными обязанность и необходимость достижения чистоты. Почему это обязанность и необходимость? Кто может мне объяснить? Почему это обязанность? Что есть обязанность быть чистым? Это обязанность такая. Всевышний говорит «Будьте святы» «Святость» «Святость» — это хорошо. Мы сейчас говорим не про «Святость». «Святость» здесь — это последняя ступень перед оживлением мертвых. «Душа» — это 26-я глава, по-моему, да. «Медата к душа» — 26-я глава. «Забыли нас в соблюдной чистоте». «В чистоте». Мы сейчас не говорим про чистоту, как та гора имеется в виду, и духовная чистота, что это условие для святости. Ты прав. Здесь просто слово «ныкию» — «чистота». То есть чистота как бы как физическая чистота, то есть все чисто, да. То есть чистый взгляд на вещи. То есть я смотрю на мир чистым взглядом, и этот мир как бы, да, через грязные очки этот мир меня соблазняет, увлекает, путает для меня преступления. Это возможность, это опция. В чистом взгляде человек, для него не кощерная еда, это никакой не соблазн. «Нашел на рай, это вообще меня не тянет», и так далее. То есть это не опция. Почему человеку должен стать очевидными обязанностями и необходимостью достижения чистоты? Что человек обязан быть чистым этой ступени? То есть это вся книга, в ней есть много ступеней. Последнее — это святость, да. До какого уровня мы должны дойти? Обязаны. До какого уровня чего? Мы должны дойти. Да нет такого. Нет такого. Почему? Есть хасидут. Это уже не обязанность. Человек развивается — это одна вещь, да. Но скажите, что я обязан сделать? Я сейчас спрашиваю, что я обязан сделать, да. То хасидут — это уже не обязанность, к примеру. Да, хасидут. Это как раз все действия хасидута. Мы еще, блин, и даже дойдем туда. Это как раз, да. Что человек делает то, что он не обязан делать. От него это, может быть, ожидается. Но никто к нему претензиями не придет и скажет, почему ты этого не сделал. Потому что ты не обязан. Мы проходили сейчас, по-моему, вечнее в руле. Одна такая интересная вещь, что ясма нужно, ну, изучали, что нужно заслоиться вот этого, этого хоричного ада, который так или иначе будет человека очищать. Я задал вопрос. А есть ли такая точка здесь в материальном мире, вот как середина, допустим, по дании, что человек достигнет этой точки, и он сможет виновать этот ад, который будет его приготовить для Ганетана, потому что у нас все чисто. Если вы говорите, что Хасидут это все уже конечная точка. Нет, Хасидут это не конечная точка, это начало новой жизни. Но человек не обязан ее это сделать. Хасидут может помочь, чтобы уминовать тот чисто, который готовит для Ганетана? На ступенях Хасидута человек не спрашивает вообще этот вопрос. А. Вопрос не релевантен там. Окей. То есть вся дехость идута, что человек служит Всевышнему из любви, а не из какой-то корысти даже духовной. Окей. Да, очиститься от наказания геенома, чтобы попасть в Ганетан, это уже очень может быть духовная, но корысть. Заинтересованность моя личная. На ступенях Хасидут, человек не занимается своим, как бы, да, желанием, а он исполняет желание Творца из любви к нему. Ему все равно, что там будет. Это не вопрос, все равно. Мы должны дойти туда. Это все равно, как, допустим, если бы сейчас, там, муравей бы дали ему возможность обсудить нашу жизнь. Да, то есть у него другие понятия, другие ценности. Тогда он не понимает, да, почему столько крошек на столе разбросано. Почему вы их не собираете в одну кучку там и прячете под землю, да. Ну, другие понятия. Поэтому нельзя из понятий, как бы, одних спрашивать про другие, как бы, да. Это, друзья, нельзя, как бы, это... Вопрос нерелевантен. Что такое обязанность чистоты, да, в Ветерархе Исрам Хады? Как станут, когда станут человеку очевидными обязанностями и необходимость достижения чистоты? Почему человеку должно это стать очевидным, да? Да, человеку вначале должно быть очевидно, что в мире есть тьма, но он хочет от тьмы убежать. Да, потому что большинство людей, вы помните, в начале книги Араб Хады говорил, там, со слепыми, и слепой, идущий в этом мире, и слепой, который идет в темноте в этом мире, да, по краю горной реки там и так далее, да, у него были такие примеры. То есть, в этом мире есть темнота, да, и, к сожалению, многие люди идут в темноте, имеется в виду, не понимают, что из жизни, во имя чего они живут, занимаются, как бы, вещами, которые не для этого ни мир создан, ни они созданы. Это называется идти во тьме, да? Поэтому человек, прежде всего, должен понять, что есть тьма, из этой тьмы пытаться выйти. Второй этап, человек должен не убегать от истины. И то, что я понял, что есть тьма, это одна вещь. Второй вопрос, я встречаюсь с истиной. И встреча с истиной приводит к тому, что многие люди от этой истины убегают. Потому что этот мир для них кажется как материальный, да, мир имеется в виду, он кажется для них главным. То, что здесь происходит, это главная вещь. И поэтому они от истины, то есть от Торы и заповедей, эти Деи Торы убегают. Да, потому что Ецарара говорит им, смотри, ведь невозможно в этом мире жить по-другому. Ты сейчас не скроешь там какую-то вещь, не соврешь что-то, не обманешь. Как ты здесь можешь прожить? Ты же должен жить, ты же должен кормиться, ты же должен развлекаться и так далее. Ецарара им указывает, как мы видели, помните с вами, когда говорили про запрет гезель, воровства, не явного такого, что человек ворует из кармана, а в бизнесе, в сделках, обманывает и так далее. Качественные продукты смешивает, скажем, вчерашние фрукты с сегодняшним и так далее. Такие разные виды обманок, которыми он там обманывает. Качественную продукцию подает, обвешивает и так далее. То там и мудрецы говорили, Абхалита приводил, что люди говорят, что для того, чтобы пропитаться, то многие вещи разрешены. Я же не ворую, но мне это разрешено, потому что по-другому, что можно по-другому, если я буду платить налоги, что я смогу жить, что у меня получится и так далее. Если я буду вести честную конкуренцию или так далее, что я что-то выиграю из этого. Это же невыгодно мне бизнес вести. То есть люди видят в том, что они должны добыть пропитание свое, какой-то там доход. Это ЕСРА в этом и показывает, что они могут нарушать определенные запреты Торы. Даже самые грубые. Поэтому человек ему должна быть в состоянии, что ему очевидна обязанность, необходимость достижения чистоты, что по-другому невозможно. То есть пока для него материальный мир главный, он смотрит на мир через грязные очки, нечистые. Соответственно его реакция на то, что есть мир и как в нем выживать, она будет всегда в пользу материального. Поэтому вся мораль, все правила, заповеди и так далее будут идти в сторону и так далее. И пока у него не будет ощущение обязанности, необходимости достижения чистоты. Почему это обязанность? Почему человек обязан быть чистым? Потому что пока он не чистый, имеется ввиду опять-таки в своем взгляде на вещи, на мир, его качество мешает ему смотреть правильно на мир, то в принципе он еще не служит Всевышнему. Он еще не встречается с Торой и заповедями. То есть иногда у него получается что-то исполнить, иногда ему есть время для этого. Но вопрос, что главное в жизни, то всегда материальное вожделение, какая-то зависимость, они будут для него решающими. Потому что его взгляд на себя, на мир, он не чистый. Он смотрит, да, как человек, который все время смотрит, скажем, ну и через грязные очки, и все время ходит с тряпочкой, да, и пытается там все протереть. Да, это же не потому что мир такой, а взгляд на вещи неверные, да. Если человек чуть слабый, вот как тот ребенок, который работает для награды, когда ему неимляют эту обязанность, он может сопротивляться. А можно ему донести вот эту идею, что это не то, чтобы ты обязан, но было бы хорошо стать чистым, иначе откроется для тебя, как бы, после другой потенциал. Может, поэтому многие убегают, потому что они видят это как тяжелая обязанность? О, мы в конце, при душе голове видели, что, что для многих людей это кажется тяжелой вещью, да, пока они не начали это, пока они туда не вошли. То есть, когда ты стоишь снаружи, да, у тебя это кажется таким тяжелым всем. Как, к примеру, скажем, человек, скажем, подросток, да, там смотрит, как военный истребитель летает в небесах. Чжу, чжу, там мертва петля, повороты, туда-сюда, там всякие кунцы, трюки и так далее, да, все так быстро, легко и так далее. Ну, он хочет научиться, да, его вводят в эту, в пилотную эту кабину, а там 300-400 кнопочек есть, да, видели, как это устроено? Только запомнить, как они все называются, это какая работа, это еще знать, что каждый из них делает, знать, какими управлять и так далее. Да, у него сразу уже, у него сразу пропало желание, да. Уай, как тяжело, уау, ёоу, как, ээээ. Ему потом дают вот такую книжку эксплуатацию по самолету, на английском языке, там еще все, он вообще там это самое, да. Потом ему показывают курт, который нужно пройти, да, этот, сколько тренировок и там туда-сюда экзаменов там, и все на свете. В общем, у него уже вся мотивация к концу встречи, день открытых дверей на военном аэродроме. В итоге говорит, папа, ты знаешь, я решил все-таки быть дворником, летать на метле. Это, конечно, не так может быть экзотично, это не мертвая петля, конечно, будет. Но это попроще, у меня много свободного времени, я могу много еще в жизни заниматься, не такая большая ответственность и так далее. Иначе я разобью столько кнопочек. Для него это все тяжело, пока он не начал. Но только постепенно, опять-таки, мы пытаемся сейчас сразу с нуля в чистоту прыгнуть, поэтому тяжело. Нарухай здесь подчеркивает в следующей строчке. И после того, как ему станет обязанность и необходимость достанет его обязанность и необходимость достижения чистоты. То есть, того, как он достигнет осторожности и расторопности, и идя по путям их приобретения, и отдаляясь от того, что лишает человека этих свойств, не останется перед ним других препятствий, кроме там и так далее. И в конце будущего времени он говорил, да, это пока те, кто не начали, снаружи, да, пока ты стоишь извне, это тебе кажется, что это тяжело. Столько кнопочек, это столько нюансов, да, это все это запомнить, все это сделать, исполнить, столько заповедей, в каждой заповеди есть миллион нюансов. Но, опять-таки, это когда ты из нуля сразу в чистоту прыгаешь, да, но сидишь постепенно, прошел осторожность, расторопность. Поэтому здесь в 12 главе нет и 13 главы, которая занимается путями одоления от того, что нам мешает привести чистоты. Потому что на самом деле чистота – это усовершенствованная осторожность и расторопность. Вообще вся книга «Миссиатый Шрим» построена на таком образе, что это на самом деле не каждый раз есть новая ступень. Мы все время идем и усиливаем одну и ту же вещь, только более интенсивно. Мы работаем на одной и той же идее, только более интенсивно, более сконцентрированно, более энергично, да, не вяло там и так далее. Поэтому мы видим, что в конце он сравнивает здесь чистоту с расторопностью и осторожностью. И здесь он говорит, да, тому, кому стали очевидны обязанности вводить достижение чистоты. После того, как он достигнет осторожности и расторопности, идя по путям их приобретения и отдаляясь от того, что лишает человек этих свойств, да, две вещи приобретать и отдалясь от того, что лишает, не останется перед ним других препятствий, кроме как знать тонкие детали заповедей, дабы остерегаться в каждой из них, да. Теперь я когда спрашиваю вас, скажите, вы хотите знать тонкие детали заповеди, все нюансы? Человек говорит, нет, сколько, у меня достаточно, нужно делать филин куда, на руку, на руку, на голову, на голову, сколько, раз в день, бейседер, да, там все, можно это на рынке одеть, там, да, там, не знаю, там, человек пошел первый раз с филином на рынке, хабанники ему одели, он увидел это все по-простому, туда-сюда, раз-два-три, семь наметов, два прихлопа, так-так-так, он все понял, сюда одел, а то, что нужно, чтобы, посмотрите, большинство людей, у них обычно тфилин, особенно если хабанники, да, должны очень быть осторожными, да, что если большой тфилин, он спускается ниже черты края волос, к примеру. Где растут волосы. Где растут волосы, или у тех, у кого раньше там были волосы, у кого нет, здесь уже, да, у меня пока еще есть, да, но у тех, у кого уже нет, то там, где раньше были волосы. Так вот, если тфилин, он может быть выше немножко, но не ниже, вот, если тфилин сполз сюда, там, на полсантиметра, немножко спустился, ниже украину волос, человек не исполнил заповедь, такой нюанс. Вдруг сейчас люди говорят, что я всю жизнь оделал тфилин, поэтому у тех, у кого там, я скажу, получили тфилин в хабаде, там, и так далее, есть большие хабадские тфилины, да, должны, если есть обычная размер, да, ни у кого они большие, должны быть особенно осторожными, потому что они сползают, человек должен несколько раз время молитвы проверять, там, у человека уже там тренированный, уже есть привычка такая, и он как бы ощущает, да, он там палец здесь поставил, чуть тфилин над ним, и так далее. У кого это спустилось ниже, он не исполнил. И в каждой заповеди есть столько нюансов, только один из нюансов, да, как говорит Хафес Хаим, по-моему, про эту Аллаху, что кто так одевает тфилин, да, то это все, что на ногу его одеть, головной тфилин. Да, по-моему, про эту Аллаху, у него есть такое выражение там, да, он говорит, в Мишнабура. То есть, да, поэтому столько тонкостей, нюансов, поэтому видим, что чистота это не что-то новое, а это осторожность и расторотность в совершенстве. То есть, мы взлетаем. Он боится, что мы выбросим этот мозгян, поэтому он начинает работать хорошо. Он же увидел, что мы серьезно настроены, да, не знаю, что у нас есть новый, но мы этот точно выбросим, а он же так сразу боится. Можно, может быть, сделать просто скорость меньше, и тогда... А сейчас нормально? Не-не, просто кому-то холодно, жарко, можно сделать его... Саму скорость, нет температура, а скорость. Нет турбо, потому что у меня придавило кресло, я не могу уже... А? Не реагирует. Не реагирует. Не реагирует, без следов. Тов, так вот, да, получается, что чистота, не кьют, это усовершенство, это качество, осторожность, расторопность в совершенстве. То есть, это мы начали заниматься этим качеством. И на первом этапе, да, более, как бы, работали в более грубой форме, более понятные вещи, более тонкие, более такие грубые, более общие вещи и так далее. А теперь мы переходим уже в совершенство, да, как, не знаю, там, иногда покупать какие-то вещи, да, и там, и вещь, которая сделана качественно, то она не приблизительно подходит там, да, а она сделана точно. Покупаешь дешевый, допустим, штатив стоит, да, дешевый штатив покупаешь, так он немножко, он немного, он не прям сильно трусится, но он неустойчивый немножко, он не точно там, можно, не до градуса можно там все закрепить, да, покупаешь вещь качественную, и она сделана точно. Так и здесь, да, мы начинаем осторожность и расторопность. Это первый этап. Совершенство, нюансы, тонкости этих качеств, они уже, они уже, да, это уже совершенство. Поэтому, когда человеку достиг осторожности и расторопности, идя по путям их приобретения, отдаляясь от того, что улучшает человек этих свойств, не останется перед ним других препятствий, кроме как чего, необходимости знать тонкие детали заповедей, дабы остерегаться в каждой из них. То есть, опять-таки, мы здесь говорим про человека, который уже продвигается, да, человек более тонкий в духовном, более совершенный. Этот, может, человек более грубый в духовном, да, он не ощущает важности, потребности и проблемы в нюансах. В чем проблема? Да, что, ну я в шаббат, там, я же не включил свет, ну, подумаешь, говорил там о будничных вещах, там, весь шаббат. Только не говорил слова деньги, говорил яблоки. Скажи мне, сколько ты яблок весь получаешь? 3000. А я 6000 яблок весил. Тот человек весь шаббат говорил по яблоке, в принципе, говорил про деньги. Он был на бурсе, там, на бирже труда, там, где-то, на рынке был, там, не знаю, там, в конторе своих был. Да, он оттуда не вышел весь шаббат. Но он еще не чувствует, в чем проблема. Он не чувствует еще, как бы, нюансы, да. Чем человек более тонкий, да, как и в музыке, да, если музыка такая бум-бум-бум, да, если музыка тонкая, где каждый звук имеет значение, где нужно услышать и так далее, да, берет время, когда услышите это. Так вот, мы говорим про нюансы, да, про тонкие детали заповедей. Почему так важно в чистоте эти тонкие нюансы заповедей? Эээ... 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 То есть, человек, обычно да наш первый этап и продвижения в духовности он такой что как бы у нас есть там наша жизнь привычки правила и идеалы какие-то цели устремления и так далее есть стора заповеди и так далее да и человеку на первом этапе может быть даже это не мешает он соблюдать очень общие вещи не знает точно как в нюансах молиться да и приблизительно где как все все дела там три шага вперед он не знает направо левая нога уже наклониться какой-то момент и так далее приблизительно отфили надевает на руку на руку там на голову на голову и так далее да там все нюансы в шаббат там и до тонкости и так далее да там он выпачкался у него были чистые брюки выпачкался в шаббатах что там такое все потрусил все они знают что в шаббат запрещено делать да и так далее секунду то есть он начинает с таких вещей более как бы глобальных и так далее понятно что это начало и в принципе на данном этапе есть две вещи всего жизнь которые заповеди может быть даже они идут как бы шалом таким да то мы следуем это что нравится получается все но чек чем продавят предлагает подвигается дальше в жизни до от него требуется же и чтобы исполнить заповедь нужно знать нюансы заповедей есть вещи которые не знаешь нюансы не знаешь тонкости иногда это настолько критично к примеру чек в хануку да пришел зажигает фанукальные свечи ну все хорошо все зажигает и все он говорит о шейке дешану сам цивану я дик нер шель ханука зажег 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 все красиво вас фотографировал фейсбук отправил фотографии все хорошо быстрее да один только нюанс он не знал что нужно свечу шамаш который мы зажигаем фанукальные свечи непонятно порядок это одна еще вещь сколько нужно держать ее возле фитиля свечи которую мы зажигаем нужно держать ее минимум столько времени чтобы большинство фитиля загорелась от той свечи который ты зажигаешь ведь нужно чтобы я зажег потому что в хануку особенная вещь отличие от шаббатных свечей и так далее с такого правила для каоса митсва зажигание делает митсву да то есть митсвана именно зажечь если свечка через минуту потухла то я не обязаны снова зажигать я заповедь исполнил то есть сам факт зажигания он это важно здесь принципиально понятно что должно там гореть какое-то время но если скажем пришел ребенок затушился и начался шаббат я исполнил заповедь все в порядке там или я ушел на встречу какую-то и кто-то взял открыл окно на на распашку и все свечи затуплю через две минуты есть понял заповедь если я все остальные условия сделал верно но если человек зажег эти свечи касание зажег дотронулся затронулся тронулся получается я зажег только вверх фитиля а дальше в виде разгорелся сам получается что я не из от моей сил зажегся с петель а он как бы я только начал он сам разжёгся получается я стал только косвенной причиной салкиванием фитиля а это уже не я исполнил заповедь осветила сжегся с самым заливается грамма и стал причиной да грамма но западе не чтобы я стал причины сжиганием фитиля должен дожить фитиль это и дождь хотя бы столько чтобы большинство большая половины фитиля загорелась от моего прикосновения, от моего разжигания. Бахгавра, да, то есть моя сила, как бы, да, мое действие это зажигало. Получается, что человек, который быстро зажег как свечка и не разжег сам фитиль, он не только заповедь испортил, он еще 8 дней говорил Брахали Ватала, скорее всего. Только я сейчас не поставляю лоху, каждый своего родина спросит и так далее, что с ним делать, да. Да, ну тут есть большое опасение, что все его, или он бы диаватом засчитывается, или, в принципе, большая проблема с этим, да, может быть, вообще все богословения были напрасны, если имя Всевышнего было бы напрасно и так далее. Нужно еще Чуву, нужно, а не только Митсву не исполнил, а нужно сделать Чуву за то, что не исполнил Митсву, и за счет непрасного произведения имя Всевышнего. То есть, да, мы вдруг встречаемся с ситуацией, что Тора это не фонтлер, это не там такие красивые свечки говорят, все так хорошо, красиво, это красивые свечки, все так красиво, но это нюансы. И если ты не исполняешь вещь в Митсву, то иногда ты вообще не исполнил вещи, а может быть, еще хуже сделал, лучше, чтобы ты ничего не зажигал, и говорил, напрасное богословение, чем, да, так тебе. Человек, когда не знает, то не знает, мы же говорим про суть вещей. Это первая ситуация, да, что человек, чтобы исполнил заповедь, так как заповедь это не фольклор, да, человек, вчера был у товарища в гостях, ел пельмени, сегодня его пригласили на пасхальный седр, вот, вчера были пельмени, вчера был у хамец, сегодня пельмени, а, нужно, пельмени можно есть ровно, а Мацун уже облокачиваться, бей седр, на правую сторону облокотился, там, сел, разговаривал посредине. Секунду, это не фольклор, это не пельмени, это ты заповедь не исполнил, нужно снова кушать, и так далее. Ты уже объелся, переел, кушал афикаман, набитый желудок, не исполнил заповедь, и так далее. Есть много нюансов, прежде всего, чтобы исполнить заповедь, так заповедь это не фольклор, некое такое красивое действие, такие датишные, религиозные, да, а это определенные духовные сути, которые должны точно в этом мире проведиться в определенных рамках. Нужно знать нюансы, иногда это критично, да, что человек, есть нюансы, которые они бедевают, постфактур, там, или, может быть, они только устаржение в заповеди, а есть вещи, которые они, как зажигание, к примеру, свечи, да, или человек тфелин одевает ниже черты волос, барха леватала, да, он не одевал тфелин, он не весь, 10 лет ходил без тфелина на голове. Как? У меня есть фотографии, фотографии есть, но в всеми фотографиях видно, что тфелин ниже уровня волос. 10 лет не одевал головной тфелин, нужно делать чуву. Да, поэтому иногда это критично для исполнения самой заповеди. Есть второй образ, да, я помню, что ты можешь ответить вопрос. Да, 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 я же сказал. Есть второй аспект. Скажем, человек живет, там, у него есть своя жизнь, есть там Тора и заповеди он исполняет, и все. Но идея того, чтобы Тора вошла в мою жизнь, да, есть многие заповеди, которые, как, скажем, есть заповеди, как тфелин, это религиозная такая заповедь, казалось бы, да, то есть она исполняется в синагоге, там, и так далее, сегодня мы там не входим в тфелинец и так далее. Но есть заповеди, которые не связаны с нашей, там, человек между человеком, например, да, дать долг, там, не знаю, там, вернуть, дать сдаку, вернуть украденное, там, потерю, там, и так далее. Многие вещи, там, лошонара, которые, они связаны с нашей жизнью, повседенностью. И вот человек в грубой форме еще готовый как-то исполнять. Но когда от нас требуется их исполнение в нюансах, в деталях, то есть когда мецевод вмешивается в нашу жизнь, то есть, да, мы готовы выделить заповедям их фольклорный иногда и религиозный уголок. И они нам не мешают жить. Пошел в синагогу, помрился, ушел. А потом, разговаривай как хочешь. Он, допустим, уже в синагоге не разговаривает. Он уже научился, там, 45 минут, шахарита, там, сколько это времени берет, час. Он уже, там, смог уже не разговаривать целую минуту, целый час своими друзьями, без этого. Но когда он вышел на улицу, то он разговаривает направо и налево. Секунду. Но Тора и здесь находится. Зашонара, сплетни, обман. Там, я не знаю, как это называется, всякая-то... подлизывание такое и так далее, да, там, месть, зависть. Это уже такие, как бы, серые области моей жизни, в которые мы иногда не пускаем Тору и заповеди. Ведь нюансы, это значит, что она спускается, Тора и заповеди, во все нюансы моей жизни. Каждый мой разговор, в каждом поведении, в каждом мое действие, там, поступок, приятие решений и так далее. Везде человеку тяжело, да, что Тора вмешивается в его жизнь. Да, у него есть своя жизнь, он хочет жизни, как он хочет, как он привык, ему тяжело чем-то расстаться. И вдруг Тора вмешивается. Да, к примеру, там, не знаю, там, человек живет в Галуте, к примеру, да, там, и не знаю, что он делает, там, с тем же Раши, Рамбом и так далее, которые там, Раши несколько раз надельные главы пишет, да, в комментариях, это не Раши это пишет, это мудрец Иус, Натарас, Галисиная, полученная Гавы, да, что каждый, кто живет, там, в ней, Израиля, подобен идолопоклоннику. Человек это быстро пролистывает, не знает, что он с ним делает, забывает, не слышит это. Да, потому что эта фраза, она вмешивается в мою жизнь, она, в принципе, диктует мне, что нужно измениться, что нужно что-то менять, человеку тяжело, да, он предпочитает это забыть, не слышать, там, не знаю, там, не встречаться с этим и так далее. Да, человек работает журналистом, и вдруг есть закон на Шона Рай, сплетен, вдруг понимает, что в сегодняшнем мире невозможно продолжать работать в этой области, то он нашел для себя область, в которой он может работать. Он будет журналистом, будет писать про Гоев, каждый день будет писать там про войну, там, украина из России, будет с про Гоев и так далее. 100% на Шона Рай, только нет из этого наказания. Потому что человек испорчен, он же там пишет всякие, значит, выдумывай, так далее, наказания нет. То есть, когда мы говорим про нюансы, мы говорим про то, что Тора вмешивается в нашу жизнь, да, она не додает нам возможности жить простую, жить по-простому, все в порядке, почему нужно так столько нюансов, ну, шаббат, день отдыха, поел, поспал, там, молитвы тоже неплохо, да, когда есть столько нюансов, мукцы, туда, туда, запрещенные разговоры, малахот, всякие нюансы в шаббате, человек начинает есть, оказывается, что нельзя было в шаббатах мелко нарезать, в чем проблема? Он, игруки отрусил, секунду, нельзя, Тора мешает ему жить, да, мы попадаем в ситуацию, что в нюансе, как проявляется Тора, Тора жизни, или Тора мешает тебе жизнь, теперь твой вопрос, спасибо за терпение. Нет, да, спасибо, что вы, частично уже ответили, была такая идея на одном уроке, что, во-первых, молиться нужна самому человеку, не то, чтобы Бога можно спустить на землю, и попросить ему все, что ты хочешь, я хотел вот этот вопрос задать, вот эта осторожность, расторопность, она действительно может подключить что-то в духовных мирах, или это просто учит человека быть максимально ответственным, как взрослый, и это даст ему результат. Еще раз. Вот эта расторопность, осторожность, она действительно подключает что-то там в духовных мирах, или это просто дает человеку взрослость, и он получит от этого... В смысле подключает что-то там в духовных мирах? Ну, мы же говорим, что вот правильно должен быть Тверин, чтобы эту заповедь исполнить. С другой стороны, мы слышали, что цвилина – это как антенна, и она действительно работает, такая метафора, что цвилина – это как антенна. И здесь возникает вопрос у студента, действительно в этих распорохностях есть контакт с какими-то мирами, которые дадут тебе благословление, или это просто учит человека быть осторожным по сути, то, что тоже может в материальном мире дать ему результат? Есть две вещи, быть осторожным – это замечательное качество. Опять-таки, мы говорим про осторожность, не только на улице не приходить дорогу осторожным. Осторожность имеется в виду, что есть две вещи. Одно объяснение слова Зигерут – что человек обращает внимание на то, как он живет. Он не все время в телефоне, он не живет. Спроси людей обычно, скажем, человека, который живет в России, в Украине, в американце и так далее, скажи мне, ты занимаешься справедливым качеством? Чем? Теперь, может быть, он на работе столкнулся с тем, что он со всеми ссорится, его отправили на коучинг или к психологу и так далее. Но если человек скажет, что статистически нормальный человек, он, в принципе, не живет идеей исправления качеств, он, в принципе, не обращает внимания на свои поступки, он, в принципе, как бы его жизнь эфкер, он каждый день катится от места к месту, оттуда-сюда, он не обращает внимания, куда жизнь идет, на что направлена и так далее. Более глубоко мы говорили, что слово «зигерут», как говорит царь Давид, «гаммабдыхан изгар багеем» в 19-м тегелиме про Тору, то «низгар» — это не только осторожно, а «низгар» — это слово «зогар». То есть я не только осторожен, живу в осторожности, в осведомленности и так далее, вместе в виду, что я знаю, что во мне есть зогар, во мне есть свет духовный, во мне есть свет, я так создано, образу и подобие, и когда я должен жить в соответствии с этим, обращать внимание, как этот свет в этом мире не тушится, как он проявляется, что мешает, что помогает и так далее. То есть я живу, моя личность живет в контакте, в осведомленности на первом этапе, с тем, что во мне есть суть. Когда моя личность в контакте, в осведомленности с тем, что есть моя суть, то моя личность освещается. То есть два процесса. Во-первых, человек не живет в Эфкере. А вторая вещь — это не просто философское знание такое, а то, что я себя делаю подобным в своей сути. «Гаммабдыхан изгар баэем» — твой раб освещается ими. Он не только осторожен в них, но «низгар баэем», не только я осторожен в них, а я освещаюсь ими. То есть когда я осторожен в них, я этими освещаюсь. Когда я осторожен и живу в осторожности, потому что я знаю, какой свет во мне находится, то результатом является то, что когда я действительно осторожен, то этот свет во мне проявляется. Потому что спортсмены, профессионалы, они крайне осторожны в своей жизни, и они достигают успеха, но они не развивают вот этот свет, который мы говорили. потому что они осторожны с точки зрения, как бы там, не знаю, физически, тела там и так далее. Мы сейчас говорим про осторожность, имеется в виду, что человек живет в осведомленности, в фокусе, в контакте. Он не просто так вещи делает, он обращает внимание, он анализирует, он пытается на это решение по исправлению и так далее. То есть он не течет по течению, он не эвкер, его жизнь не эвкер и так далее. Я говорю, я помню, одна из мягкие души была, я не помню, сколько там, 18-20 лет, не знаю, и так далее. Когда я начал делать чуву, вдруг я встретился с понятием исправления качеств, не как социальное явление, иногда человек уже три раза развелся, ему говорят, смотри, ты же не можешь, ты все время кричишь на жену, давай, я начал работать, прочитал книжки всякие, упражнения, и в итоге четвертый брак уже более-менее держится и так далее. Этот человек вынужден, он не живет в осторожности, он не видит в идеал своей жизни, что он исправляет свои качества, живет в соответствии с этим. И вдруг ты сталкиваешься с иудаизмом, где это главная идея, обращать внимание на свои пути. Это не потому, что что-то не работает, а потому что в тебе есть этот свет, и ты должен жить в соответствии с этим. И на практике, и в итоге, когда это и влияет на меня. Как в любой заповеди, в заповеди есть какой-то практический аспект исполнения и так далее. С другой стороны, в заповеди всегда есть так называемый сгула такой, внутренний, духовный аспект, который влияет на тебя. Когда мы говорим о Шерке и Дышаннубе цвятах, что Всевышний осветил на заповеди, да, святость. Секунду, мы до этого были святыми, я ведь до этого свят, я ведь до этого не святая Нишама, каждому говорим, да, что Всевышний нам душу и так далее. Почему заповеди нас освещают? Я имею в виду, что они проявляют в этом мире нашу внутреннюю святость. Получается, когда исполняем заповеди, то не просто соответствует этому живу, увы, восмысленно, как бы, да, в своем мировоззрении, в дух, идеи, заповеди, а и само действие в итоге имеет, когда оно точно сделано, когда фитиль точно ты зажег, когда тфилин находится точно так там и так далее, да, когда в шаббат ты точно ведешь себя согласно с нюансами и законами, то в итоге это само на тебя действует, да, не только на понимание, а освещает тебя, и там, кедышану. Поэтому мы говорили с вами уже несколько раз, что Тора называется путь, да, и потом здесь называется миссилат и шарим, да, как бы такое, колья прямых и так далее. И Тора мы видим, что Всевышний Тавраму я знаю, что ты заповедуешь своему дому Дерех Ашем, да, путь Творца, да, то есть Тора она путь, путь имеется в виду, да, из дорога, подход, система, ты идешь по этому пути. Поэтому человек, который живет в Торе, он идет по пути, он обязан развиваться, может быть, ты не достигнешь самого пика, может быть, ты не достигнешь самых высоких ступеней, это и второй вопрос, но ты обязан развиваться. Если ты живешь в Духе Торе, то Тора это путь, поэтому Тора называется не хохма, не мудрость, хохмата, называется Тора от слова Гураа, наставление, направление, да, как Муре Дерех, как экскурсовод, да, Муре, наставитель, Тора это наставление, поэтому идея Торы, что ты все время наставляешься, развиваешься, совершенствуешься, поэтому человек, да, есть внутренняя обязанность у того, кто живет в согласии и с Торой, быть все время в самосовершенствовании, человек, который не развивается, то есть всегда изначально и так, когда человек не знает нюансового Аллаха, и так далее, но не может быть такого, что человек говорит себе, я прекращаю, я вот что-то познал, я знаю там, и так я делаю, нет, если ты делаешь, что ты кофер батуран, то есть ты противоречишь Торе, если ты решил, что ты не развиваешься, я чего-то достиг, поучился в Махомере, полгода, год, не знаю, все понял в жизни, все, я пошел забатывать деньги, вот я там знаю там основные вещи, шаббат начинается в 6, заканчивается в 8 секунд, а то, что летом в 6-8, а зимой в 4 и в 5 выходит, это ты уже не знаешь, да, ты обязан развиваться, поэтому человек, который живет по Торе, само это определение говорит развиваться, совершенствоваться, изменяться, человек, который этим не, не совершенствуется, а он останавливается, поэтому понятно, что человек начинает с каких-то общих вещей, но совершенствование приходит в нюансы, да, если твоя жизнь не переходит в нюансы, например, человек пришел в Махомере, там гиру проходит, чего делать неважно, да, он видит, все там сделали так, так, а он не обратил внимание, что сначала налево, потом право, он сделал направо, потом налево, он не обратил, что с правой ноги идут, а с левой там и так далее, он как обезьяна, понятно, что в начале как обезьяна, как маленький ребенок, он копирует, но не может быть такого, что человек год, два, три, уже десять лет копирует, или остался на том же уровне, он во всех областях своей жизни развивается, делает курсы, приобретает какую-то профессию, развивается в бизнесе, там, не знаю, где-то там тренинги делает и все, а в Торе он остался как бы недоразвитым. Вы сказали, у Ара это наставление? Да. Лего Род это наставлять, да, поэтому Тора, она фритский путь, она требует изменения, да, у Торы есть сила наша очистить, при условии, что мы идем по пути, при всех, складывая все свои силы, спотыкаемся, падаем, у каждого свой темп, своя скорость, интенсивность и так далее, но человек принял решение принципиально, я иду по пути Торы, изменяюсь, изменяюсь и так далее, тогда Тора на меня влияет, да, поэтому такой человек в результате должен прийти к состоянию, что он уже не удовлетворяется только общими принципами, да, а уже спускается в нюансы, хочет знать четко, конкретно, как в каждой ситуации, что имеется в виду, не только заповеди исполнять, точно, фитиль там зажигать, и все, много есть миллион нюансов, да, но и заповеди, которые связаны с моей повседневностью, да, и с моими там поведением, и со скромностью, и отношениями между людьми, и так далее, молитвы и так далее, то есть получается, что тонкость нюансов, это намного больше, чем 613 заповедей, в принципе я, человек, который не спускается Тору в нюансы, не спускается в нюансы Торы, он не дает Торе проникнуть в его жизнь, он оставляет ей, как бы, общий, такие, как бы, да, такой, тут островок, тут островок, тут островок, да, у него есть своя жизнь, и Тор, вот, находится у него в эпизодах таких, он еще идет по пути Торы, боится Бога, хочет наказания, не хочет генома, хочет вознаграждения, у него там есть различные вещи, тоже, это тоже этап, да, есть, человек, и должны, и бояться Бога, и ждать вознаграждения, это тоже верно, но это не вся, не весь путь, поэтому здесь Рамхань, и, поэтому, в принципе, человек, который прошел, осторожность, расторопность, у него нет, не остается перед ним других препятствий, кроме чего, необходимости знать, тонкие детали заповедей, чтобы стерегляться, каждая из них, потому что, эти вещи, которые я интуитивно, сам не знаю, я должен выучить это, поэтому, с точки зрения подхода, для меня нет преграды, с точки зрения, мне не тяжело это, наоборот, я его хочу, я прошел осторожность, осторопность, мне очень близко, очень естественно, состояние чистоты, мне не хватает знаний, в области Аллахи, нюансов законов, да, и мусара, плюс, мир все время меня меняет, и так далее, поэтому, говорит так, поэтому, нужно основательно и четко разбираться во всех законах, чтобы знать, что распространяются тонкости, детали в каждой заповеди, да, на что это доходит, не врать, что конкретно, каких нюансов, и так далее, да, человек, который, изменил два слова, и зарассказывает, уже вранье, не вранье, не хочу быть до конца честным, и так далее, и поскольку, всем подобного рода тонкостям, свойственно забываться, необходимо постоянно читать книги, их объясняющие, чтобы обновлять их в своей памяти, да, они должны быть все время как бы новыми, да, все время обновляться, сейчас поговорим более подробно, почему нужно, Абхазис, специально говорить о чтении, и не об изучении, об этом мы сегодня не говорили, да, и тогда, несомненно, человек пробудется к их исполнению, да, то есть, когда он будет знать нюансы, тонкости, и так далее, сейчас, если забуду, напомните мне, обратить внимание, почему в связи подчеркивать, крия, крия, чтение, чтение, а не изучение, понятно, что и нужно изучать, но он здесь все время упоминает, несколько раз, слово чтение, постоянное чтение, и так далее, да, тоф, шабад шалом.